Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан и сегодня у нас аргентинский музыкальный блогер Эмо Ариас. Многие из вас его уже хорошо знают, его первая реакция есть на канале и я неспроста выбрал перевод именно его реакции. Дело в том, что я не нашел его канал на ютубе. Его возможно или заблокировали или удалили. Надеюсь, что Эмо восстановит свой канал и продолжит радовать нас своими веселыми эмоциональными реакциями. Ютуб бушует, поэтому я всегда говорю вам подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы в случае чего остаться на связи и не потеряться. Ссылка будет в описании. Всем приятного просмотра! Добро пожаловать на новую видеореакцию или анализ. В общем, и то и другое. Также я сделал голосование в сообществе ютуба. Какое же видео Димаша мне смотреть дальше? Там был список из нескольких его песен. И победителем стала песня «Грешная страсть». Хочу, чтобы вы помнили, что это анализ и реакция. То есть, и реакция, и анализ в одно и то же время. И я пытаюсь проанализировать определенные моменты. Если вы не смотрели мою предыдущую реакцию на Димаша, тогда прошу сделать это. Потому что вы должны понимать, что для меня это тогда был настоящий нежданчик. Я не знал, кто он такой. Я там чуть со стула не нахлебнулся. Если вы смотрите меня в первый раз, то я оставлю плейлист со своими реакциями. Но я сделаю это в самом конце. Так что смотрим до конца. Благодарю всех-всех-всех-всех. Кто подписался, кто поставил лайк, кто написал комментарий. Я стараюсь отвечать на все комментарии. И мне нравится, что вы пишете, с какой вы страны. И рекомендуете, что мне смотреть дальше. Это во многом не помогает. И так я могу понять, в правильном ли направлении я двигаюсь. Также многие ставят лайки еще до просмотра видео. Ути-пути. Жанн Мсул. Спасибо. Вы также можете найти меня в инстаграме. Так мы сможем общаться ближе. Отправлять голосовые туда-сюда. Ну и болтать о том, о сём. У меня почти на всё аллергия. Я прям ходячая болячка. А, кстати, я получу прививку в пятницу. Или нет? В общем, пофиг, Мороз. Я в Аргентине рос. А вот и интро. Что ж здесь будет? Я заметил, что в конце этой фразы или предложения он добавляет эту интимность, которая свойственна его персонажу. Например, добавляя в последние строчки вот это. И это даже не требует высокой степени выразительности взгляда, если вы обладаете таким ресурсом. Слышите? Поехали. Так, 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 так. Мне есть что сказать. Идеальное завершение каждой строчки. Он делает это, когда захочет. Это всё талант. И также поддержка дыхания. Этот вдох, который очень сложно вот так удерживать. Это не звучит как попало. В этом и вся виртуозность. И ты вернёшь меня известный в этот мир. Только ты одна. Дай мне. Дай мне. И ведь это не так просто начать такую высокоразмещенную строчку. И закончить её петь, даже не переводя дыхание. Ещё и закончить на вздохе. Какой же это чудесный контроль. Дай мне. Дай мне. Более открыто. Ночью и днём сгорать в костре грешной страсти. Просто обожаю. Просто обожаю. А? О господи боже. Не останавливайся. Как же мне это нравится. Эти частые разрывы гортани. Эти частые разрывы гортани. Дай мне. Дай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не может быть! Я более чем удивлен. Блин, ненавижу тебя. Он же все понимает. Он понимает, насколько он гениален. Да что с вами не так, дамочки? Вы видели, как она там еле-еле хлопает в ладошки? Я бы там уже скинул себя всю одежду. Это было безупречно, непогрешимо. Просто невозможно найти даже малейшую ошибку. По крайней мере из того, что я видел своими глазами. То есть слышал своими ушами. Я не могу найти даже самый незначительный просчет. Все, что я нахожу, это виртуозность. Всем спасибо за внимание. На этой неделе у нас будет много новеньких реакторов, реакционеров, музыкальных блогеров. Называйте их, как хотите. Поэтому вас ждет очень много интересного. Всех люблю. Всех обнял. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok